Банк России с 9 марта по 9 сентября установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов россиян. Теперь со своего валютного счета можно снять наличными не более 10 тысяч долларов США. Причем в период действия этого временного порядка иностранные деньги будут выдаваться только в долларах, вне зависимости от валюты счета. То есть, к примеру, если счет или вклад был открыт в евро, его владелец сможет получить свои средства только в долларах. Конвертация будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка. Если же сумма на счете превышает 10 тысяч долларов, гражданин все равно сможет получить наличными только эти средства. Остальные деньги он сможет снять в рублях или же оставить их до 9 сентября на вкладе. Граждане могут продолжать хранить средства на валютных счетах или вкладах. Все они сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой он был открыт, поясняет регулятор. Если валюта хранилась в банковской ячейке, ее содержимым можно распоряжаться по своему усмотрению. Ограничения на этот случай не распространяются. Граждане могут при обращении в банк по вкладам, которые открыты были до 9 марта этого года, могут получить иностранную валюту в размере до 10 тысяч долларов США или, если вклады были и счета открыты в другой валюте, то тоже до 10 тысяч долларов США с конвертацией из той валюты, в которой был открыт вклад в счет в доллар США. При этом граждане и сейчас могут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения, но в отдельных случаях банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привести необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение. Поменять валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Если же у гражданина имеется несколько валютных счетов, ограничения по ним те же. В том случае, если переводы на валютные счеты россиянина поступают после 9 марта, в отношении них применяется действующий режим, который не позволяет получить наличную валюту. Но на эти деньги можно сделать онлайн-покупку или же снять их в рублях. Кроме того, банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличные доллары и евро. В случае поездки за рубеж можно расплачиваться картой МИР и снимать с нее средства в валюте страны вашей поездки. Там, где принимается карта МИР – это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Около 90% валютных счетов в российских банках не превышают сумму в 10 тысяч долларов, то есть большинство держателей валютных складов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, уточнил регулятор. Он пояснил, что поступление доллара в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент. Виктория Шарая, События.